Мама практически не работала, хотя временами она работала у папы, но недолго. И мы, как говорят, наслаждались свободой в своем детстве. Никогда, никогда нас ничего не заставляли. Это, наверное, может быть, так повлияло наше воспитание. И поэтому, может быть, мы такие сплоченные до сих пор. Что? И свободно. Свободно, да. Поэтому это, наверное, наследие наших родителей. И от них мы это переняли. И спасибо всем за то, что вы пришли сегодня. Почтить память нашей матери. И я передаю микрофон. Спасибо нашему Рабаю. Очень информативно все приходит. Интертейнмент на высшем уровне. Спасибо еще раз. Спасибо. Все, спасибо. Я что могу сказать? Я не знаю, как мы ехали. Мы ехали. Микрофон по-ближе. Когда мы переезжали. Микрофон по-ближе. 50 метров, он там не вспомнил. Он мне заплакал. А что мы не делали плохо? Что вы всякой одессе? Он врачал, он у меня едет. Без местных, мы говорили. Я без них не вспомнил. Мама ехала с меня. Мы с мамой уже сходили по-ближе. Мы продавали все. Чемоданы наши вытаскивали. У нее даже был такой интересный случай. Когда мы приехали, мы говорили. Горщок. Ближе, ближе. О, сейчас я вам проеду. Горщок. Мы приехали с Беном. У нас ни кастрюли, ничего нет. А? 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 Что там? Вот вот там. Слушайте, мы приехали в Беном. И у нас ни кастрюли, ничего нет. Один горщок. Мама говорит, а что? Мой, новой чисткой, с печатью еще. Давай. Я говорю, днем в супу, говорит. Ты поставил его на газ, а варит суп. Готовим, вот это в горщике. Потом приходит один день, вот так. Я говорю, мам, что случилось? Я говорю, ничего, они голодат. Эти бухарские, днем готовил, а ночью живут. Пять минуты идут. Ну, конечно, жалко, она приехала в Америку, ей было 50-летний год, и у нее была уже черная грудь, она приехала с этим, союза она уже была, и доктор ответный сказал, что если она тут живет 5 лет, это просто счастье, она прошла тогда учения, во всех делах, тяжело, конечно, такую маму, и человеку говорят, что надо пылать, чтобы хорошая мама, и папа будет, видимо, может быть, но и пылать. Спасибо, что все пришли. Мама у нас была веселая и невыдывающая женщина, она всегда подбадривала нас, особенно папа, папа был всегда, особенно в Америке, потому что печальный. Ну, я любил Маук Дана, в смысле, она была, она приехала в Америку и взяла все, что, все, что видела, и всегда, все это нравилось, всегда было позитивно, всегда. Я любила американскую быту, всегда спрашивала, что это такое, как ты здесь, и она была очень, она любила узнавать все равно. Что там было, что там было в России, что прошло, и в общем, была интересная женщина. Спасибо, что все пришли по знаменателю, как вспомнить маму. Мама у нас была, конечно, всегда бодрая, всегда не унывала никогда, она всегда не давала никогда знать, что у нее болит, что ей больно. И она была всегда веселая. Я тоже не знаю. Для кого вы говорите вообще? Для кого ты говоришь? Мама у нас была. Очень митый человек. Попробуйте, можно там? Что это значит? Окей, митый человек. Опять. Она всегда, она всегда знала, как слушать людей, и как давать советы. Она вот, как кто-то здесь сказал, а Ром, кажется, сказал, что мудрые люди, не арабайские, мудрые люди знают, как молчать, больше молчат, меньше говорят. Когда она говорила, она говорила очень мало, но очень четко, точно в цель. Много людей к ней приходили за советы. И вот почему-то к ней, как к магниту, люди тянулись. Разные люди со всего района приходили к ней. Почему? Человек мудрый. Просто Бог ей такой точку дал, что люди узнали, что к ней можно пойти и с ней поговорить. И она в свое время тоже согняла много людей. Молодые пары ругались, приходили к ней и советовались. Она их всех согняла назад. Мир делал между ними. Их даже маму и папой могли это сделать. И, конечно, я маму, мы с нами прожили здесь пять-шесть лет. Как мы приехали, мы ей сделали диагноз, ей дали пять лет. И вот эти пять лет она прожила с нами. Ну, Царствие Небесное, она была Гамедой в своем хорошем месте. И все. Заключительно. Я замещаю камеру. Заключительно. Заключительно. Спасибо вам. Ты хочешь меня на сказку смотреть? Да. Спасибо вам всем, что вы пришли. С ваших теплых домов. Танья Лихо. Доросит дом прийти к нам. Спасибо вам всем. Дай бог вам всем здоровья, что вы встречались на веселые дни, на свадьбе, на бритвы, на дармитвы. Я хочу говорить английский, чтобы молодые люди здесь понимают очень хорошо. О, вы знаете английский? Я хочу знать, что у вас есть прекрасная бабушка. И вот что она, и здесь, и здесь, и здесь. … и я чувствую, когда я был расти, что я не видела, и я не мисла ее очень сильно. Но все говорят, что мы мы в близких, и мы должны быть близкие для restа нашего жизни, но я хочу кредит, что кредит у нас. Мы в близких, потому что мы имеем, Бару Ха-Шем, очень лучше. Ребята, наши мужики и мужики deserve 100% о том, что мы и как мы выглядим. Баруха шем и гадлаки, что все в нашей семье любят и любят, и нет никакой борьбы между взрослыми и взрослыми. Мы только один домот, и все, баруха шем, любят им. Но женщины, как и Рабби, сказали, были семьи. И все говорили, что я здесь, это почему Баруха шем, это не правда. Это потому, что мы общаемся с Светой, это потому, что мы общаемся с Светой. И вот этот Шаббат, я была так tired, и я не могу, я обычно не буду Шаббатом для моей мамы. Но потому что я не мог, Света barely стоила на ее feet, и она сделала Шаббат, и она хотела нас быть вместе. Спасибо, Света, спасибо, спасибо, Маза, Света, это все, что делает семья, не только нас. Но не matter how much we try, if the other half doesn't want it, it will never be. So God bless you and thank you for being what you are. Я помню, что 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 я помню. А тут ничего, я помню, что я помню, что с одного, любите ее говорим. Поэтому я помню, что мама без entity, желаем, что она помена. И я минула, я помню, а skelet點성을 прибыть fair, что я помню. Потому что у меня здесь есть, а местное ощущение, я помню. Но ты взяла она, что�о постар점, где она бывает очень воспринимает psychic. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.